Давайте мобильные телефоны вырубаем. Кто меня раньше уже видел? Руку поднимите. Есть такие. Полтора человека. А что людям, которые меня еще не видели, напоминаю, что меня зовут Антон Кротов. Я путешественник, мне 40 лет, самый родом из Москвы. Я путешествую автостопом, пешком и многими другими методами по России, СНГ, Евразии, Африке. Пишу книги о своих путешествиях и рассказываю людям о том, как устроен окружающий мир и как каждый человек может поехать сам в любую точку континентов, если он этого захочет. У меня большой опыт разных путешествий с 1991 года, но обо всем я рассказывать сегодня не буду, потому что сегодня не обзорная лекция, а рассказ именно о Мадагаскаре, о такой вот стране, в которую достаточно трудно уехать автостопом или прийти в нее пешком и так далее, потому что она отделена от Барнаула различными водными преградами. Я расскажу о том, как происходило у меня путешествие по Мадагаскару, как я там жил, и чем Мадагаскар отличается от остальных регионов мира, от Алтайского края и от всех остальных. И в чем Мадагаскар является мой прошлый человечество, а также его, конечно же, светлое будущее. Я до этого немножко скажу в целом, чем отличаются вольные путешествия от других видов туризма, от буржуйского туризма и от спортивных походов, что вольный путешественник перемещается по городам и странам мира, и мы проводим большую часть времени в обществе людей, для которых это общение с нами не является оплачиваемой работой. То есть перемещаясь там автостопом или пешком, ночую в гостях у местных жителей, или там в школах, или там в палатке, общаясь с людьми без гидов и переводчиков, мы стараемся увидеть мир таким, какой он есть по-настоящему, какой он есть на самом деле, а не каким нам его хотят показать углевые дурналисты или составители гранцевых путеводителей и буклетов. В процессе путешествий каждый из нас может убедиться в том, что мир хороший, что люди отзывчивые и гостеприимные в разных точках нашей страны и в других странах мира, и куда мы не приезжаем, будь то Москва или Кабул, будь то Дарасалам или Мамбаса, будь то Барнаул или Анадырь, в каждом городе мы находим классных людей, которые рады нас позвать к тебе в гости, которые подвозят нас на своих машинах, и мы видим, что весь мир это одна большая семья, а не какой-то сам вражеский злодеев, о котором нам твердят периодически средства массовой дезинформации. В Африке я был несколько раз в своей жизни, в 99-м году ездил автостопом из Москвы в Судан, через Грузию, Турцию, Сирию и Орданию, Египет в Судан, и потом мы назад с друзьями также проехали автостопом. В 2000-м году мы проехали автостопом через всю Африку, вот вот схема из моих путешествий, с Москвы через 18 стран, через Ближний Восток, Египет, Судан, Эфиофию, Кению, Танзанию, Замбию, Ботсвану, приехали в Намибию, ну а потом в Анголу, в общем мы разбежались по Африке в разные стороны. В 2003-м году я поехал в Сомали, но нас в Сомали выгнали, вот, злые сомалийцы с другом, и нас потом в Эфиопию за это посадили и депортировали из Эфиопии в Москву, вот, за наш счет такое было в 2003-м году, и потом еще через 5 лет, я еще пожил в Египте 2 месяца, был такой проект «Дом для всех» в Каире. Проект «Дом для всех» это вообще очень интересный проект, которым я занимался 10 лет, когда в какой-то местности, в какой-то городе мира я снимаю квартиру или дом, и он становится домом для всех людей. Все люди на земле могут приехать и пожить там, богатые, бедные, старые, владые, независимо от того, какие люди. Все люди соблюдать главные должны правила пользования домом, все, кто ведут трезвый образ жизни, не курят, не портят дом, вот, могут там жить, не затрачивая денег, сколько угодно времени, и таких домов я делал временных 14 штук. Первый там был в Иркутске, потом в Аше в Киргизии, потом такой дом я делал в Каире, потом в Владивостоке, потом в Архангельске, потом в Душанбе, Стамбуле, там самое в Красноярске, Куньмине, потом в Мехико. И вот один из «Дом для всех», который я организовал, он был «Дом для всех» в Антонаре, в столице Мадагаскара. Пожить на Мадагаскаре каждому человеку, конечно, хотелось бы, но многие люди из своей ленивости никогда это не осуществляют, потому что многие люди по случайности живут там, в том городе, куда в советские годы распределили жить их родителей. Поэтому они и не выезжают из этих городов, и живут там, хотя, в принципе, мир большой, и человек по своей природе вполне даже может покочевать и оказаться в разных местах мира. И так я заранее, за три года, тоже запланировал, что я буду на Мадагаскаре, и не только буду на Мадагаскаре, но и сниму там дом в Антонареву, и тоже каждый человек в мире мог приехать и пожить там у нас, в Мадагаскарском доме. Но среди всех домов для всех, которые я делал, вот, Мадагаскарский дом оказался самый непосещаемый, потому что люди оказались многие в затруднении, как попасть на Мадагаскар. Действительно, Мадагаскар очень неудобно расположен, и настолько неудобен, что в течение 4 миллиардов лет существования земного шара люди там никак не могли появиться. Сначала потому что людей вообще не было на земле, а потом люди завелись и в Африке, и в России, и в Европе, и в Америке, и всюду завелись люди, а Мадагаскар оставался непосещаемый в течение многих миллиардов лет. Потому что попасть он никак невозможно пешком, потому что он давно уже отщепился от всех остальных континентов, и как отдельный такой материк болтался в мировом пространстве. Переплыть туда негры с Африки никак не могли, потому что там сильное течение, и только лишь примерно 2000 лет назад какие-то несчастные жители Индонезии случайно приплыли на Мадагаскар и его заселили. В чем связано такое мореплавание? Дело в том, что в Индонезии вообще 17 тысяч островов, и там очень просто. В древности как живешь? Живешь, живешь, поругался со своими односельчанами, плюнул на всех, посадил на плод жену, там курей, гусей, рисовые семена взял, и поплыл куда течение принесет. Приплыл течение на следующий остров, открыл новый остров, стал вождем своего собственного племени. Очень хорошо сидишь, там размножаешься, курей, гусей пасешь, и наслаждаешься, наслаждаешь новую цивилизацию, как Адам и Ева. И в общем так в Индонезии все это происходило в течение тысячелетий, и вот однажды одним нехорошим днем какой-то чел на самом, видимо, западном острове поругался с односельчанами, сел на плод, взял курей, гусей, жену, и поплыл. И почему-то месяца 3-4 ничего не было. Вот, наконец его прибило к Мадагаскарским берегам, и он очень радостный выселился на Мадагаскаре, который был тогда полностью ненаселенным. И вот с этого неизвестного никому чувака и пошла вся история Мадагаскара, потому что оказалось, и теперь подтверждают и генетики, и лингвисты, что коренное население Мадагаскара имеет своим происхождением не каких-нибудь негров или папуасов, а почему-то жителей от малайско-индонезийской примерно зоны. И даже в языке современных малагасийцев проскальзывают слова, похожие на слова индонезийцев. И сами мадагаскарцы в основном такие маленькие, и они как негр такие крепкие, вот такие какие-то немножечко узкогласенкие, черноватенькие, как немножко испорченные временем индонезийцы. Из-за того, что на Мадагаскар было так трудно пролезть, значит, первым случайно там проникли эти индонезийцы и заселили в остров, потом уже постепенно как-то прибрались на негры, потом арабы начали заниматься мореплаванием и принесли туда на окраины острова ислам, торговлю всякими специями, пряностями и какие-то идеи наук, культур всяких. То есть мы принесли математику, принесли всякое там умение писать, читать, и многие интересные вещи принесли арабы. А потом приперлись еще и французы, и уже окончательно Мадагаскар подгребли под себя, но они сделали также и пользу для будущих мадагаскарских жителей, потому что при помощи французов, наконец, весь остров, он стал такой единой, такой получается колонией. До этого все мадагаскарские цари, они управляли там половиной Мадагаскара, две трети острова французы, весь остров заполучили, и там действительно развили цивилизацию, построили несколько жрестных дорог, асфальтовых дорог, какие-то домишки построили, внушили многим из них французский язык, и потом в 1960-х годах французы туда сбежали. Советский Союз тоже пытался построить на Мадагаскаре коммунизм, социализм, коммунизм там немножко строился, потом на это тоже плюнули, и мадагаскарцы были предоставлены самим себе. Ну, в общем, это такая отдельная цивилизация, добраться туда очень нелегко, потому что паромов с Африки туда нету, какие-то все круизные корабли стоят дороже, чем обычная жизнь мадагаскарца вся, и поэтому мы все залетали на Мадагаскар на самолете. Вот, прилететь на Мадагаскар можно с разных регионов мира, но в основном тоже с каких-нибудь неближних, то есть с Москвы ничего туда не летает, нужно лететь или же с Кении, или же с Турции, или же через Маврикий, или через другие далекие места. Вот, ну, все-таки получилось так, что 20 с чем-то человек все-таки прибыли на Мадагаскар, это было два года тому назад, и мы там провели такую хорошую зимовку. Ну, это чисто мои маршруты на Мадагаскаре нарисованы, ну, а теперь мы уже перейдем к картинкам, на которых будет показан Мадагаскар и его сущность. Значит, посмотрите, это что, Мадагаскарская виза. Мадагаскарскую визу получить довольно просто, она выдается всем желающим прямо в аэропорту, не надо ходить в посольство, предъявлять справки, что и хороший визу выдают прямо там. Вот, столица Антонарево похожа на Москву, она стоит на семи холмах, и это единственный город, который обладает таким уникальным свойством. Антонарево в населении 2 миллиона жителей, и там нет ни одного светофора. Впрочем, нет ни одного светофора и во всей стране, что, в общем, даже интересно. Вот, это вот такая интересная, необычная для Африки такая застройка, много лестниц, улиц таких, и мы, значит, ходили по этому городу Антонарево с подругой Катериной и думали, как там интересно было бы снять дом. Потому что как снимать дом на Мадагаскаре, мы, конечно же, об этом не знали. Никаких у нас инструкций на эту тему не было. Вот так выглядит Мадагаскар, много разных фруктов, это все столичные, всякие удовольствия, фрукты, овощи, люди, главный железнодорожный вокзал, на котором нет ни одного пассажирского поезда, вот, другие всякие железнодорожные станции. И сейчас мы объясним немножко про дом и перейдем уже к железнодорожным сущностям Мадагаскара. Потому что снимать дом-то было нелегко, мы заранее решили, что мы отловим студента кафедры русского языка, и он нам будет все показывать и рассказывать. Обычно мы не пользуемся услугами разного рода посредников, но потому что ни я, ни Катерина, никто из друзей моих не знал мадагаскарского языка, да и французский язык мы тоже не знали. Из-за этого нам нужен был такой язык. И нам на кафедре русского языка посоветовали студента-отычника, которого зовут Ивас, который ходил с нами по столице и помогал нам снимать жилища. Дело в том, что русский язык на Мадагаскаре существует и имеет функцию ритуального языка. То есть человек учится на кафедре русского языка, конечно же он никогда не видит ни одного русского человека, преподаватели все тоже малогасийцы, и единственное, каким он человеком может устроиться после прохождения обучения, это преподавателям русского языка. Русский язык является все более ритуализированным, потому что они преподают его еще более удаленно от оригинала, то есть они и учителя, и ученики, все никогда с русскими людьми не общаются, и они, наконец, передают русский язык дальше, как очень важный ритуальный язык. Но, конечно же, закрыть кафедру не могут, потому что это ухудшит сразу количество языков в университете Мадагаскара. И все преподаватели активно втирают начальство на вершину, русский язык чрезвычайно офигенно полезный для них. И они, значит, его так передают из уст в уста, постепенно он удаляется от оригинала, но все-таки существует определенность людей, которые знают русский язык на Мадагаскаре. Таких людей сейчас около 10 тысяч человек, то есть из них тысячи четыре оканчивали какие-то университеты у нас, как правило, старые люди, а молодые люди уже через несколько поколений перехватили этот язык у своих там старших коллег. И вот как раз такой студент Ивас, он помогал нам снимать дом, мы ходили целых пять дней, ну, четыре дня по столице, и снимали там жилище. Мадагаскар очень дешевая страна, то есть на те деньги, что человек живет в городе Герой Барнауле, месяц Малагасиец на эти деньги, живет несколько лет и чувствует себя очень богатым человеком. Ну, вообще говоря, в Африке, в Азии, то есть нужно еще понимать такой вопрос, многие спрашивают, Африка это дорого или дешево. Я потом подробнее скажу, а сейчас вкратце скажу, что в Африке, если у вас устраивает пролетарская жизнь, ходить пешком, готовить на углях, жечь дрова, жить в хижине, то это будет офигенно дешево в Африке. А если вам хочется жить с кондиционером, с электричеством, что Wi-Fi работал, что у вас на джипе возили, стоит дороже, чем здесь, чем в Барнауле, даже дороже, чем в Европе. Поэтому нужно знать, что пролетарская жизнь в Африке и на Мадагаскаре офигенно дешевая. А буржуйская жизнь, то надо на Мадагаскаре шлаить на самолете, или так, чтобы все вовремя было, чтобы все по часам, чтобы в 12 минуте вам подъезжало, там, не знаю, машина, все это будет стоить гораздо дороже, чем здесь и даже меньше в Швейцарии. Вот, теперь мы смотрим теперь картинки железной дороги Мадагаскара. Железной дороги Мадагаскара построили оккупанты. Французы сделали это сто лет тому назад, и там очень классно кататься на поездах. То есть многие люди ездят там на поездах и получают это большое удовольствие. Конечно же, многие поезда являются там... Что там за хрень такая? Вот, какой-то вирус какой-то образовался. Мадагаскарский, неизвестный. Вот, значит, путешествие на поездах, оно там очень интересно и даже здорово. Потому что часть поездов, они грузовые. Вот, сами по себе, и можно на них ехать бесплатно. Собственно, этим занимаются и многие местные жители. Я еще раз открою, посмотрим, что там вылетел компьютер. Это вот особенности компьютера. Я думаю, что не виноват Мадагаскарца. Нет, не виноват. Вот, вот видно, что даже интеллигентный человек в очках, он тоже едет на поезде, наслаждаясь ездой. Мы тоже ездили на грузовых поездах, чем у меня отличается от пассажирских, они бесплатные, с них хороший обзор. Вот, то есть ты едешь на поезде вокруг, красота, горы всякие, реки, одно наслаждение. Главное, перегибаться, когда туннель находится. Вот, вот такие виды, они наблюдаются с грузовых поездов Мадагаскара. Одно удовольствие. Вот, всем рекомендую. Местные встречные жители тоже все, конечно же, с удовольствием едут на разных грузовых платформах и наслаждаются жизнью. Вот, значит, кроме... Там есть две линии. Северо-Мадагаскарская железнейшая дорога и Южно-Мадагаскарская железная дорога. Потом мы пошли по Южно-Мадагаскарской железной дороге. По ней очень мало поездов. Вот, на главном ходу до сих пор лежат рельсы 1891 года. То есть рельсы не менялись 125 лет. И понятно, что поезда там едут очень медленно и потряхиваются, и можно выскочить прямо из поезда. И прямо даже лежишь на полу, даже из плаширского вагона, лежишь на полу и подпрыгиваешь сантиметров на 10. Вот такие вот деревушки интересные. Мы часть дороги, железной дороги прошли пешком, потому что поездов не было. Там они могут опоздать на сутки или больше, как в разных Афространах. Вот такие классные деревушки. То есть ты идешь, там станции, разъезды, и все люди очень рады тебе, потому что ты такой уникальный человек. Мадагаскар очень дешевая страна. За одну бумажку денег, это 100 реали. 100 реали, это было до кризиса, полтора рубля сейчас трояк. Вот, можно купить за это полтора рубля трояк, или чашечку кофе, или кукурузу вареную, или манго одну. Вот, то есть цены ниже, чем в Барнауле в несколько раз. Вот, можно, пожалуйста, посмотреть и жители Мадагаскара, так живут, дома трех этажа, небоскребы разные. Что за болтарня сзади? Молчим? Вот, посмотрим картинки. Вот, такие вот пейзажи интересные. Разглядываем. Встречные поезда. Люди используют железо-дорог как путь для пешеходного передвижения. И вот мы по железо-дороге ходим, красиво всякие туннели наблюдаем, ну, проходим пешком через туннели, все ждем, когда поезд нас догонит. Правда, никак у нас не догонит, но потом, наконец, мы его увидим. Вот, вот мы, наконец, в каком-то поезде едем уже, наслаждаемся в грузовом вагоне. Вот еще какие-то поезда местные. Поезд с рабочими, фрукты, овощи. И, наконец, значит, какие-то провинции пошла. Вот, значит, кататься по железо-дорогам там хорошо, но очень мало железо-дорог. И всего фактически две линии. Северная железо-дорога и южная железо-дорога. Вот, Мадагаскарские населенные пункты небольшие. Выглядят вот так вот. То есть там большое число ручных способов передвижения. Люди идут, это вот обычный автобус Мадагаскарский, то есть, рикший человек идет пешком, босиком и тащит тележку с другим, более богатым человеком. Вот, видите, типичную улицу. Булыжная мостовая, такой, для красоты. А там просто дешевле, чем, если дорогу нужно замостить, дешевле предать 500 человек с молотками, чем найти один асфальтовый каток. Вот, видим, типичные улицы, едут всякие тележки, несут, что-то везут вручную. Вот, всякие грузы переезжают. Вот, это такая типичная стоянка этих рикшна, в которой множество транспортных средств, которые готовы вас куда-нибудь отвезти. Ну, это вообще скорость очень маленькая, чисто такая для конта. Я типа цивил, меня везут, а я не цивил, я сам могу. Вот, значит, это вот такие вот городки интересные, всякие фрукты, овощи, рис. Основная культура Мадагаскара это рис. Риса мадагаскарец съедает больше, чем любой другой человек в мире. Они съедают риса 150 килограмм в год. То есть, это получается, что они едят утром, днем и вечером только этот рис. Причем, часто даже без всего. Самая рисовая страна, то есть, не Индонезия, не Пакистан, именно Мадагаскар самая рисовая страна в мире. Мы кое-где ставили палатки, ходили когда-нибудь лес, с палаточками ночевали, иногда там ездили на разных других транспортных средствах. Это город Махаджанга. Махаджанга, там много до сих пор этих самых пароходов на парусе таких архаического типа. Вот, трассы, автостоп, телеги всякие. Много таких телег, интересных, до сих пор. Бывают они даже многодневные рейсы устраивают, с деревней, куда-нибудь в цивилизованный город едут там на такой телеге. Вот такие телеги интересные, автостоп, реклама, антикоррупционная реклама. Вот на одной картинке слева водитель дает менту взятку какую-то, видите, да? А на другой картинке водитель уже впадает в пропасть и у него очень смешное выражение лица, как и у всех остальных пассажиров в этой маршрутке. Вот, это местные транспортные средства мадагаскарские. Мадагаскарцы имеют свой автопром, но он довольно бедный, то есть делают такие машины, вот такие машины и вот такие машины. Вот, то есть это типичный автопром мадагаскарский, он очень экологически чистый, то есть в отличие от наших всяких камазов, кразов, он не выделяет никакого выхлопного газа. Он абсолютно экологичен, чистый, никаких нет, масел, ничего нет, очень хорошая машина. Вот, это значит, трассы, трассы, дорожки, знаки дорожные, вот, куда-то мы едем, фрукты разные, бананов, много видов, манго всяких. Город под названием Ансарабе. Чем город Ансарабе интересен? Тем, что находится тоже в середине Мадагаскара. И там очень много таких вот пешеходных, транспортных средств. Ваксар, в Ансарабе, продуктовых поездов нету, вот, мечеть. На рынках Ансарабе можно купить разные вещи, которые у вас купить в Барнауле нельзя, потому что у нас они считаются 40, но бадагаскарцы, они настоящие экологи, и любой предмет они продают, то есть это товары ценные для человека, а вовсе не хлам какой-то. Вот мы видим тоже выставка, даже не, это не какая-то там реклама мусора, а именно товары полезные, пустые баночки, пустые консервные банки, бутылочки пустые, все это продается за денежки. Вот пустые пробирочки продаются, пустые консервные баночки, все это продается, можно купить. Щепочки для ростовки, огня, разумеется. Вот, это вовсе не мусор, это обувь, просто ведь у кого-то сломался правый ботинок, ему нужен левый ботинок, у кого-то сломался левый, нужен только правый, можно купить. Вот, это все, что делается из консервных банок. Из консервных банок делаются очень хорошие элитные кружки литровые, очень хорошие. Из консервных банок делают масленки, осветительные приборы, делают такие совочки для риса того же на базаре, делают разные маслёночки, пробирышки, ковшики маленькие для масла, для других жидкостей, все это делают из консервных банок, то есть ни одна консервная банка там не выкидывается, не погибает. Есть консервные банки, делают копилки для евро, если кому-то надо, из них же делают и другие всякие вещи. На Мадагаскаре, это редкая страна в мире, где используются много раз электрические лампочки, то есть у нас обычно электрическую лампочку используют один раз, какой-нибудь буржуй, вставляют патрон и ждёт, а потом она перегорел, он её выкидывает, правильно, товарищи? А на Мадагаскаре, когда любая лампа служит два раза, сначала её буржуй вставляет в плафон, и она светит, пока не перегорает. После того, когда она перегорела, он её продаёт на рынок, где её дельцы переделывают лампочку для бедного человека, то есть из неё выковыривают этот самый фитиль, и делают ей такую ручку, подставку и штучку, и потом уже наливают масло, вставляют в петиль, и эта лампочка работает, ещё служит ещё лет 50, другому человеку, более бедному, которому нет денег на электричество. Вот, Мадагаскар очень редкая страна, где перерабатываются на многократные использования электрические лампочки. Это тоже товары, как ни странно, вовсе не хлам. Это, например, в России есть такой предрассудок, что зеркало разбить – это к несчастью. Реально вовсе не так, то есть реально зеркало разбить – это превратить оптовую партию товара в розничную партию товара. Вот, поэтому у большой зеркал обращается много маленьких зеркал, которые можно продавать уже по частям. Также продаются на этом рынке, видите, пустые консервные баночки, бутылочки и ещё чего-то. И даже крышки от консервных банок, они тоже продаются отдельно. Вот, это вот медицина. Понятно, что на Мадагаскаре люди тоже могут болеть. Вот, например, человек заболел, и у него вкалывали его лекарства какие-то шприцом, ставили капельницу. Потом он выздоровел или помер. Его родственники отвезли на базар его капельницы шприцы, и они достаются новому больному, который уже вкалывает с этим капельным шприцом себе новые лекарства. Это очень удобно, экологично, и помогает с одних шприцов вылечиться многим людям. Вот это мы автостопом едем. Вот, это значит трассы, пожалуйста, города, пейзажи. Фрукты, овощи. На каждой остановке приносят всякие фрукты классные. Вот, вкуснейшие. Дороги местные. Автостопим, сидя, лёжа с девчонками. Вот. Лезем в какую-то машину. Лодки. В тех местах, где на Мадагаскаре нет автомобильного сообщения, там существуют, конечно же, лодочные сообщения. Например, там существуют каналы, канал Пангалан и другие речные и морские какие-то пути, по которым на лодках переправляются Мадагаскары. Основные транспортные средства какие у них? У них есть, во-первых, таксибрус. Таксибрус – это маршрутка, она называется таксибрус. Но отличается от нормальной маршрутки, что на крышу засовывают кучу разных ненужных и нужных вещей. И она забивается сильнее, чем обычная маршрутка. То есть, если в нашей газели залезает там х человек, то в ихней газели поместится 2х человек. И плюс ещё там много грузов залезет наверх. Но в тех местах, где нет дороги, мадагаскарцы используют речное сообщение. Вообще, очень удобно, что все эти платные виды сообщения, они гораздо дешевле, чем аналоги российские. То есть, их маршрутки, их лодки, всё это стоит в несколько раз дешевле, чем у нас. Хотя бензин, конечно же, дороже. Связано с тем, что мадагаскарцы более эффективно используют то, что у них есть. У нас разбуржуялись, там едет маршрутка, там, не знаю, 5 человек в маршрутке, она уже едет куда-то. В Мадагаскаре, конечно, не так. Маршрутка едет, только если она полностью забита. То же самое, лодка, когда она уже полностью наполнена. То же самое, там, любая вещь используется многоградская. Консервная банка, она используется много раз. Вот, мы тоже, когда жили на Мадагаскаре, конечно, мы все вещи использовали по много раз. Мы никогда не становились буржуями, как некоторые граждане. То есть, мы тоже в доме АВП, в доме для всех, где мы жили, мы скапливали все пустые консервные банки, пустые бутылки, баночки из-под йогурта. Первый раз мы пошли на базар ими поторговать. Вот, то есть, когда скопилось уже довольно много, мы пошли на базар торговать. Мы захватили какой-то прилавок, не заплатив за торговлю, и выставили пустые консервные банки, пустые пластиковые полторашки, бутылки, баночки из-под йогурта, все это выставили, и за час мы поставили демпинговую цену, за час у нас раскупили практически все, то есть процентов 90 нашего добра раскупили, мы поставили демпинговую цену. Ну мы заработали примерно бакс. Потом мы решили сделать еще больше бизнес, мы копили 2-3 недели все вещи, мы скопили консервных банок целую кучу, баночек из-под йогурта, баночек этих полторашек бутылок, пустых канистр, какие-то обрывки мешков, пакетов, то есть Мадагаскар редкая страна, где пустые пластиковые пакеты, вместо того, чтобы выкидывать, как в Индии, в канаву, их отстирывают в канале, и потом продают еще раз. Вот, и мы, значит, все это добро выставили, захватили опять на рынке большой стол и устроили продажу, мы заработали 3 доллара за небольшое достаточно время, то есть, в принципе, одно удовольствие было торговать на Мадагаскаре, и самое дорогое, что на Мадагаскаре, это закручивающиеся баночки из-под йогурцов, еще что-то, то, что продается в магазинах цивильных, закручивающаяся баночка, потому что в нее не пролезет муравей, и эти банки самые дорогие, они стоят дороже, чем полный банк. Вот, а, значит, остальные вещи, да, конечно, недорогие. И мы сейчас строили такой бизнес, и третий раз мы еще раз устроили бизнес, три устроили бизнеса, и, конечно, мадагаскарцы с большим удовольствием приобретали все наши продукции. Вот, еще же радовались, что это продают белые люди, белые люди называются ваза, ваза, вот, если ваза продает бутылочку, значит, точно будет хорошая, или пустую торпеду полторашку, вот. А это, значит, плавание на лодках. На лодках можно плыть в различнейших местах Мадагаскара. Вот мы сели в лодку, это удовольствие платное, но можно узнать, что он стоит дешевле гораздо, чем любое другое. Вот, ты плывешь на лодке, вот мы тоже плывем, встречные лодки, к ним приплывают какие-то маленькие лодочки, везут ананасы, бананы какие-то, джекфруты, разные другие фрукты, овощи. На крыше лодки, как на такси в Руси, везут овощи. Вот, мы плывем по разным деревням. Вот, это вот женщина Маша, которая называется Бик. Вот, она к нам приехала на Мадагаскар, Маша Бик никогда до этого не путешествовала, она жила и работала бухгалтером. И три года назад она пришла случайно на мою лекцию. Как раз мы собирались на Мадагаскар. Маша подумала, я работаю бухгалтером, я же могу и по интернету давать все эти отчетности. И стал работать бухгалтером по интернету и полетел на Мадагаскар. И с тех пор путешествует очень постоянно. Вот, очень интересное свойство женщины. Вот, мы приехали в город Мусеварика. Многие из вас, многие из вас никогда не были в городе Мусеварика. Но, я вот был. И мы там начались в городе Мусеварика, приехали и даже там ночевали. И потом даже в этом городе Мусеварика нашли единственную машину. Единственная машина в городе Мусеварика принадлежала, конечно же, китайцу. Дело в том, что на Мадагаскаре два вида людей выполняют профессию евреев. Это китайцы и мусульмане. Они захватывают торговые всякие свойства. И если вдруг где-нибудь, например, в Роллавто есть, магазин есть, и у кого-то есть машина, то это или китайцы, или какой-то мусульманин. И вот мы нашли китайца с машиной, нам не хотелось даже плыть на лодке, лодок не было. И в общем, мы подкупили этого китайца, чтобы он у нас вывез куда-нибудь в приличные места на этой машине. Вот мы, эта женщина Маша Биг. Вот, значит, мы поплыли, ну не, поехали на машине. Это вот лодка фирмы Спаси Аллах, которая переправляет в другую местность. А мы на этой машине, значит, едем вот такие дороги на Мадагаскаре красивые. Вот эта машина, ну, принадлежащая китайцу. Вот, мы поехали. Вот, смотрите, значит, вы увидели глухую местность и всякие лодки. Видите, на лодке даже перевозят мотоциклы. Но теперь же интересно, Мадагаскар же страна, она же выдающаяся страна. И она же производит все необходимое. Как это все происходит? Сейчас я вам покажу. То есть некоторые люди видели, как выглядит машина, сделанная на Мадагаскаре. Теперь я покажу, что на Мадагаскаре, в принципе, там не только они умеют использовать выученные вещи, но и делают новые вещи. Мадагаскар – страна, которая уже перешла из каменного века в железный век. То есть они умеют делать, выплавлять металл. Вот, смотрите, все эти кастрюли, они сделаны не в Китае, они сделаны на Мадагаскаре. Сейчас вы увидите, как это происходит. Мы сначала смотрим, как они делаются, а потом оказывается, вот мы посещаем металлургическую фабрику МЗ, Мадагаскарский металлургический завод. Вот на Мадагаскарский завод везут энергоносители, это угли, на которых будут жарить металл. Вот это Мадагаскарский металлургический завод. Вот, в нем, все видим вещи, смотрите, это металлургические печи. С помощью угля в этих котелках разогревают металл до температуры плавления металла, и возникает металл. Пожалуйста, вот, пожалуйста, в этом котелке металл, в данном случае алюминий, его хватают щипцами, и вот оно, пожалуйста, расплавленный металл. С помощью этих вот штучек, в этих вот деревянных ящиках делается форма. Например, нужно сделать кастрюлю. Например, есть заказ на кастрюлю. Мадагаскарцу приходит на металлургический завод с кастрюлей, вы знаете, на хуже сделаете. Он утрамбовывает в этом порошке, в этом земле, утрамбовывает кастрюлю, вытягивает ее, получается форма в виде кастрюли. Потом он жарит на печи этот металл, и заливает в эту щель, и потом получается кастрюля. Так можно фоксировать любой предмет, то есть, в принципе, любой предмет, ложка, вилка, кастрюля, даже мобильный телефон, можно сделать металлический. Вот, вот мы изучали потом, как это происходит. Вот, смотрите, видите, металлурги, тут же они босиком, голыми руками заливают металл в форму, и там делается все необходимое. Вот, пожалуйста, металлург первого разряда отливает и приключивает эту форму, и потом она высохнет, и возникнет кастрюля. Видите, эти кастрюли, они имеют несколько такую уродливую форму, остается их немножко молоточком, немножко обработать молоточком, пилой, отрубить от них лишние части, и появляются хорошие кастрюли, сделанные на Мадагаскаре. Вот, например, фигурки какой-то статуэтки, они тоже сделали копию, сделали копию, такая вот задница, ну, через нее заливали металл. Но это отпиливается на нормальный металл. Пожалуйста, 2 рубля. Я попросил покселить 2 рубля металлургом. Мне 2 рубля покселили, пожалуйста. Более того, они даже телефон покселили. Вот, то есть я удивился, дело в том, что у моей подруги украли телефон, вот, и мы попросили сделать ей новый, не соимеющегося телефона, и действительно положили этот телефон в землю, утрамбовали, вытащили телефон, и потом залили новый металл. И получился телефон, только один недостаток, не звонит. Вот, книгу Ленина, 3 источника и 3 части марксизма. Мы тоже просили покселить, но в этом случае металлург был неумел, и получилась книга плохо очень. Это вот брак всякий. Вот они отпиливают ненужные части от металла. Вот металл, все это металлургическая фабрика. Вот так работает Мадагаскарская металлургия. На той же печи, на которой варят металл, они же варят и суп тоже параллельно, чтобы не пропадало добро. Вот, пожалуйста, тут же варится суп, а внутри в печи еще котелок с металлом. Потому что баба суп варит, а муж в это время металл варит, металлург. Вот, пожалуйста, металлургия. Где берут металл, хороший вопрос. Что? Где берут металл? Берут металл из других вещей, которые уже выбросил кто-то. Вот, то есть понятно, что металл, по всей видимости, берется из других предметов, уже кем-то утраченных. Но, может быть, есть и какие-то свои залежи металла. Я именно рудники не видел, то есть, может, есть какие-то настоящие залежи. Вот так мадагаскарцы, да, они молодцы, то есть они производят металл, и из металла они делают все, что угодно. Вот, и именно сами рудники в ней попадались. Вот, мы теперь ознакомились с теми городами Мадагаскара, с селами. Теперь мы посмотрим интересное явление под названием Большой Мадагаскарский поход. Я вкратце покажу. Дело в том, что мы уже поняли, когда мы провели на Мадагаскаре долгое время, уже столицу всю облазили. Мы посетили второй город страны, третий, Ансерабе, и там город Тамасино, и решили сходить в пешеходный поход. Мы надеялись, что мы пойдем пешком до Великой реки, а по реке мы уплывем на лодке. Но вышло не совсем так. То есть, мы поехали, пошли, а на лодке на реке лодок не было, потому что, оказывается, на этой реке были пороги, и по ней надо было тоже идти пешком. И у нас случился такой поход по местам Мадагаскара, они самые интересные тем, что мы попали в места, где вообще нет колесного транспорта. То есть, в некоторых местах, ну, сначала там была дорога, потом дорога кончилась. Французы построили дороги когда-то в древности, но у нас была карта, составленная в 1926 году, и с тех пор многие дороги разрушились, потому что мадагаскарцы не все дороги правильно чинили. Вот сейчас мы слегка углубимся в глубину Мадагаскара, посмотрим, как живут люди в деревнях. Вот, мы сначала едем на маршрутке, таксибрус, таксибрус, вот, едем мы по разным деревням, нормальным таким. Дома на ножках, это чтобы блохи не съели. Там, где он дом, что живет земляная блоха, если она ночью у тебя залезет, то заведется тебе блоха, а если она ножка в дом, то она не допрямит. Вот, значит, дома на ножках такие смешные. Вот, последние машины вы встретили, и дальше мы уже идем пешком. Нам попадаются носильщики, оказывается, дальше все грузы доставляются на плечах. То есть, все вещи, начиная от солярки для генераторов и кончая там рисом, все несут на плечах носильщики таких грузов по 50 килограмм. Вот они для магазинов несут всякие, ну, что там, миски, бедра. Каждый человек несет 50 килограмм. И вот они пешком, босиком несут на расстоянии нескольких дней пути в разные места, разные полезные и бесполезные грузы. Ну, и мы тоже идем пешком, несем свои рюкзаки, собственно, на встречу, там всякие мадагаскарцы, попадают в всякие деревни такие. И в каждой деревне нас уже все больше нам рады, жители, потому что они удивляются. И вот даже на гербе какой-то деревни мужик с этими, с грузами, то есть там уже все пешеходы. Мы идем куда-то, вот в Гухамаль какую-то, переправляемся через реки, жители местные нам встречаются. Вот почему Машу мы называли Машу Биг, потому что она была больше, чем жители Мадагаскара. Они просто мелкие мадагасканцы. Какие-то хижины, мостики. Я проверяю груз местный тоже, что 50 килограмм оказывается, здесь видно, так и есть. Вот, мостики похуже. Вот мы пришли в город, мы думали, что с этого города мы сможем уже уехать на каком-то транспорте речном, фигушке. Вот. Это колокольня церковная, церковная колокольня. Это в церкви. Церковный рояль тоже есть для звуков. Вот, это мэр, мэр города, который нам там попался, Лонгозабе. Мэр города Лонгозабе был очень удивлен пришественным белых мистеров, потому что все туда приходит только пешком. Информацию из центра он получает с помощью радиоприемника. Вот канцелярия мэра. А вот сейчас архив мэра увидите. Вот архив города Лонгозабе. Весь архив города хранится прямо здесь. Вот, можно найти любую справку сделать, получить. Вот архив Лонгозабе. Каждый райцентр в Мадагаскаре имеет статую Мадагаскара. У нас статуя Ленина, там статуя Мадагаскара. Вот эта вот статуя Мадагаскара, она перед каждым райцентром, перед каждой мэрой стоит. Дальше мы думали, будет цивилизация фигушки, оказалось только какая-то канализация. Это какой-то Тарас Бурба местный. Вот местные жители все удивляются, на нас смотрят. Всякие глухомане, деревни, жители местные. И вот уже мы идем, дойдем, думаю, до реки, и там будет движение лодок. Фигушки. Лодок там оказался только поперек реки. Вдоль реки ничего не ходит. Вот мы сидим, думаем, что дальше делать. Ну ладно, мы попремся пешком. Переправились на другую сторону реки на лодке, поперлись пешком. И оказалось, это гухомань какая-то. В каждой деревне нам брали, что уже вот-вот будут лодки, что отвезут нас дальше вдоль реки. А мы идем, и вся жизнь как-то ухудшается, цивилизация. Все жители нас смотрят с большим удивлением, потому что никогда они белого человека не наблюдали. Думают, что это чудеса, зачем там белый человек завелся? Вазар. Вот. Ходят люди там без ботинков. Не имеют они магазина. Лемуры-то есть там? Ну, за деньги есть. Бесплатных тоже нет. А, танцующих тоже нет? Что? Танцующих лемуров тоже нет. Ну, за деньги они здесь танцуют, что угодно. А то они и в Африке. За деньги здесь танцуют, спляшут они и споют. А бесплатные, ну, маловероятно. Все же съедено, все бесплатные животные. Ну ладно, значит, смотрим, река на все располагается на множество порогов, и в ней нету плавательных средств. И вот мы наконец пришли в деревню Соколава. Причем оказалась такая мировая задница, что оттуда уже нужно было идти и несколько дней назад, и несколько дней вперед. А у нас было неприятно, что у нас было два человека, которые нужно было на самолет скорее в Москву летать. Ну, там через Маврики и на Москву. И мы уже решили применить жульнический способ передвижения. Там дело в том, что путешествие по этим вот двух местам, оно имеет определенное неудобство. Неудобство в том, что ты не знаешь, куда идти. То есть ты идешь по этим тропинкам в лесу, а если встречается Мадагаскарец тебе, то он в дикой панике кричит и убегает. Потому что он никогда в жизни не видел белых человек, на том, что привидение, колдун какой-то, еще чего-то. Мало того, что надо спросить направление. Они все как-то шарахаются, и даже кто по этой тропинке шел, они по каким-то горам уже обходят тебя за 500 метров страха. И поэтому трудно найти умный человек, который как-то тебя не испугается, ответит на вопрос о том, куда идти. А даже если ответить, то кажется, что не туда. Ладно, в деревне есть какая-нибудь интеллигенция, какой-то местный там мэр, ну и того найти еще трудно. А так они все боятся и пугаются. Из-за этого передвижение очень медленно. Все вверх, вниз, вверх, вниз какие-то горы, эти леса, и пойми, куда идешь. И жители все пугаются. Мы подумали, что надо найти местных жителей в качестве проводников. Дать им одну копейку, чтобы они ходили с нами и узнавали дорогу за нас. Тем более, что мы обнаружили, что местные жители обладают такой очень большой грузовой силой. То есть человеку там идти просто так, или нести 50 килограмм, это по скорости примерно одинаково. А по стоимости там местные жители получают примерно 1 доллар в день за то, что они носят 50-килограммовые грузы. То есть там, например, какой-то магазин есть в селе. И, например, хоп, там скажем, нужно этому владельцу магазина 2 ящика пива, например. Он вместо того, чтобы как-то на машине везти, а машина не пройдет, он берет мужика, и говорит, вот, сходи, пронеси 2 ящика пива из города. И он тут пешком в город и несет на плечах 2 ящика пива из города, приносит в магазин. Очень удобно, экономично и так далее, экологично главное. И мы решили тоже подговорить парочку мадагаскатов, что мы с нами погуляли, и тогда помогут нам найти... А те люди, которые нужно было идти на самолет, им нашли другие 2 человека, которые их провели обратно, более коротким путем в цивилизацию. И мы там разделились, в деревне Соколава. В общем, Соколав был мировой такой апофеоз, такой дыры, потому что, ну не то, что там какое-то, что, ну как люди думают, электричество какое-нибудь, там, не знаю, мобильный телефон, и вай-фай там любят. Вот, там вообще ничего не было, и не то, что по-английски, даже по-французски не говорил ни один человек. И нам с помощью тщательного поиска нашли где-то там потом одну женщину, которая знала какие-то французские слова. Но от нее тоже было пользы не так много, потому что мы не знали французские слова. Вот, то есть вот такой вот интересный свой. В общем, с этой Соколавой мы разделились пополам, двое человек отправились назад, остальные мы пошли вперед дальше, уже вооружившись двумя помощниками, которые не то, что несли наши, не только несли наши рюкзаки, но и узнавали дорогу. И скорость наша сразу увеличилась в два раза. И мы сразу с огромнейшей скоростью стали приближаться к цивилизации. Вот мы идем, и привыкли навстречу, нам уже несут, несуные какие-то грузы. Вот мы идем, все нам рады. Вот это наши носильщики, впереди убежали с рюкзаками. Вот, мы идем к таким лесам, красоты всякие, речки. Вот мы уже приходим в более цивилизованные места. Вот это киносильщики, даже какой-то пан какой-то попался. Вот мы идем дальше, иногда переправляемся через речки, ну и потом постепенно выбираемся в цивилизацию. Это соковыжималка, тоже технология деревянная. Выдалбивается из пня, такая соковыжималка, и, пожалуйста, руками шпок-шпок-шпок выжимается сок и сахарного тростника. А вот такая тетка выжимается сок и сахарного тростника. Столовые всякие. Удобно, чтобы в самой глухомании есть столовые. Они нужны для того, чтобы местные жители, носильщики могли пожрать. Ну вот, ну теперь в заправочной станции. Вот мы идем, и все лучше и лучше цивилизация. Вот сегодня как лодок нет, нормально. Только какие-то переправы такие. Вот мы идем, идем, идем. Вот местные жители, я говорил уже, несут пиво в магазин. Каждый несет два ящика. Вот мы уже подближаемся к цивилизации, и постепенно уже дорога, уже как будто машина когда-то могла проезжать. И, наконец-то, уже, видимо, мотоциклы стали появляться, лодочки, и вот мы уже приходим к цивилизации. Все, город, маханун, все, закончился поход, мы вернулись обратно в большой мир. Значит, что Мадагаскар производит, покажу вам. Мадагаскар, самый главный экспорт Мадагаскара, это пряности. Это так называемая гвоздика. Гвоздика, оказывается, в общем, не цветок, который ветеранам дарит. А вот такой вот порошок такой. Вот, это ваниль, оказывается, ваниль, это вот такие вот сосисочки. Вот, это ваниль. Ваниль, это все главный экспорт Мадагаскара. Весь экспорт, конечно, перехватили разные бизнесмены, не мадагаскарцы сами. Вот, это перец, тоже производится на Мадагаскаре. Перцы разные, ванили разные. Все это разные пряности, которые производят жители Мадагаскара. Нас как раз, мы познакомились на Мадагаскаре с мужиком по имени Илья, русский мужик, который там заделался тоже продавцом этих специй, но скупает специи местных жителей и продает их на запад. Ну и на восток тоже, в какие угодно страны, на селе может продавать. Вот, сам Илья, специалист по пряностям. Вот, показывает нам образцы продукции. Вот, это вот все, это пряности местные, все, что производит Мадагаскар. Их много оказалось подряд. Вот, опять же, Илья с мешками разных богатств. Вот, мы на выезде из Антонарево. Про домосъем. Мы довольно долго искали дом, и когда рассматривали карту Антонарево, мы нашли там авеню Ленин-Владимир-Вич-Ульянов. И когда мы нашли авеню Ленин-Владимир-Вич-Ульянов, мы поняли, что, наверное, это название принесет нам счастье. До этого мы нашли уже 5 или 6 разных изм, они все были дурацкие совершенно. Но потом, значит, на каждой, там на улицах есть маклеры, которые помогают снимать жилище. И мы нашли тетку на улице Ленина как раз, которая помогла нам снимать жилище. Мы ходили уже с этим помощником русскоговорящим, и еще с этой теткой. И, наконец, мы сняли очень хороший дом на улице Ильича. Вот, значит, это мы показываем, это вид нашего дома, который мы сняли. Вот, ворота такие были. И вот мы внутри дома постепенно дом отмарафетили. Вот, вот сам вид дома, как он выглядел. Такой был трехэтаж. Дом у нас был два этажа из трех. Очень удобно. Вот, все, например, было много разных комнат. Приезжали всякие товарищи. Приехало два американца, девушка из Польши, много русских. И вот мы жили и там наслаждались мадагаскарской жизнью. Приходили к нам гости мадагаскарцы. Мы их пытались просвещать технологиями вольных путешествий. И вообще рассказывать им об устройстве окружающего мира. Одно только им сложно, они живут как на Луне, как на Марсе. Им очень сложно вообще оттуда выбраться с Мадагаскара, с этого. Потому что они как, ну остров есть остров. Мы гречку им показывали. Нам привозили гречку там с Россией, кто производил. Пытались мадагаскарцам гречку, черному хлебу приучить их. Вот. А они нас наоборот показывали нам жизнь свою мадагаскарскую. Вот. Вот это мы в доме. Вот это наш переводчик как раз по имени Ивас. Какой за время жизни в доме АВП он стал достаточно ну хорошо говорить по-русски. Не то, что он жил с нами постоянно, он приходил почти каждый день на разные тусовки, мероприятия. Учил нас разным премудростям. Как на углях там готовить жрату, как разводить там огонь там из этих каких-то палочек дурацких. Но это очень медленно, конечно. Как готовить на углях, это очень медленно. Вот. Вот в гостях у нас разные населения. Вот местные. Это мадагаскарские деньги. Мадагаскарские деньги называются Ариария. Когда мы были, за доллар было 2500 Ариария и 100 Ариария. Самые маленькие деньги. Это стоило тогда полтора рубля. Сейчас трояк, наверное. Вот 200 Ариария. За 100 Ариария, в принципе, можно купить стаканчик кофе или же там кукурузу вареную, или же манго какое-нибудь. Это значит получается полтора, но теперь уже за 23 рубля. Но это остальные деньги. 500 Ариария, 1000 и так далее. А что теперь общие слова про Мадагаскар. Так я и скажу. В Мадагаскаре я путешествовал чуть больше двух месяцев. Конечно, после того, как я уехал, дом еще продлили еще на месяц. Из-за того, что дом был снимать очень недорого. И двое ребят еще остались там еще на третий месяц. И вообще говоря, там можно жить на Мадагаскаре целыми годами. Идея такая, что, ой, полечу на Мадагаскар на майские праздники, слетаю, посмотрю Мадагаскар и вернусь быстренько обратно. Вся эта идея, как правило, тухлая, потому что там ничего не успеешь посмотреть. Там на Мадагаскаре все или очень мягко, или очень платно. То есть, если кому-то хочется, чтобы все было вовремя, там надо летать на самолете. А самолеты там безумно дорогие. То есть, самолеты в пределах Мадагаскара стоят там 300 евро, там, в пределах Антонарио, какой-нибудь другой город. При том, что самолет еще может не полететь, если не наберется нужного числа людей. Конечно, в самолетах летают или же бюрократы-чиновники, сами мадагаскарские чиновники, или же летают очень белые мистеры. Обычные мадагаскарцы, конечно, никогда не летают в самолетах. Они ездят в такси-брус или ездят на грузовом бесплатном поезде. Или пешком ходят там, где не существует других видов транспорта. Но Мадагаскар, он сильно отнимает время. Он дает очень много интересных познаний о том, как может жить вообще человечество, собственно, без, особенно без всего. Мы помним, что когда-то в древности люди жили, и не было у них чего? Ничего у них не было. Не было фотоаппарат таких вот красивых, не было. Вот, одежды такой новомодной не было. Жалюзей на окнах не было. Ничего у них не было, и жили как-то люди. Все у них, в принципе, было так. Ну, не то, что, скажем, хорошо, но, скажем, сносно более-менее, раз они как-то жили. И мы знаем, что в будущем тоже кончится газ, нефть кончится. Слышали, наверное, да? Когда кончится электричество, все будет экологическая катастрофа, все погибнем, а мы нифига не погибнем. Вот, то есть, если некоторые боятся, как мы будем жить без газа, без нефти, без денег, без всего. А мы уже пробовали, мы уже пожили, можно жить так. Вот, можно жить и без газа. Вот в Адагаскаре нету нефти, нету газ, да и не было никогда, пожалуйста. Вот, ходят пешком, пожалуйста, производят кастрюли с помощью ксерокопирования в земле. Вот, машины делают деревянные самостоятельные. Электрические лампочки перегорело. Бог с ней, что перегорело. Мы продадим ее еще раз, перегоревшую электрическую лампочку. Шприц сломался, ничего страшного. Даже энергосберегающие лампочки разбитые. И то продают еще раз. Не знаю, на что их они используют. Вот, все, что угодно, можно продать еще раз. Любую вещь. Ни одна вещь, ни одна молекула никогда не пойдет в мусор. Если мы что-то выкидываем в мусор, тут же появляются масса желающих, ну, мы назовем их сыроеды. Вот, значит, которые питаются ссорами. Если это съедобные, то сейчас сыроеды тут же это съедят. Если это какая-то вещь, они тут же несут на базар Моя вещь, любая молекула будет служить вечно. Это закон сохранения материи. Мол, многие слыхали из сказок, что закон сохранения материи, физики читали. Это все теория. А практика, что любая материя служит вечно. Я, у меня майка изнашивается, я его выкидываю, она не долетает до земли. Майка уже становится мадагаскарского народа. Конечно же, даже если мне 50 дырок, мадагаскарец будет вносить, пока ее целостность не разрушится. Но даже если у нее будет тряпочка, и если, например, кусочек майки станет тряпочкой, никогда целиком как тряпку используется не будет. Он ее разорвет на 50 маленьких тряпочек. Если водитель протирает стекло своей машины тряпкой, он берет маленькую тряпочку, вот такую вот, со спиччатой крыбок, ей протирает, очень удобно. Вот, зеркало, я сказал, разбилось зеркало. Какое счастье, появилось много образцов товара. Вот, у нас в доме АВП тоже было такое небольшое зеркало. Зачем на себя смотреть целиком? Мы же не какие-то эксгибиционисты, или как это называется, смотреть на себя целиком. Мы можем смотреть на себя частями. Правильно, посмотрел на часть какую-то, посмотрел, все же нормально. Никаких проблем, это то, что у тебя небольшая часть только существует организма, видимая с раной. Раньше и такого не было. Вот, и уж любая молекула, которая есть, она служит вечно. Это очень интересно. И вот, когда подаешь на Мадагаскар, понимаешь, да, все можно. Можно готовить там еду на огне, ходить довольно медленно. Можно машину делать самостоятельно, изготовлять. Пожалуйста, можно торговать консервными банками или пустыми баночками из-под йогурта. Все это возможно. И когда уже возвращаемся обратно, конечно, у нас очень другое отношение к разным вещам. Уже поначалу пытаешься, в карманах оказывается много всякого мусора, потому что не можешь ничего выкинуть. Хочешь выкинуть какую-нибудь коробочку? Нет, коробочку надо оставить, оставлять. Ну, тряпочка так, пригодится тряпочка. Пробочка, хорошая пробочка в карманах. Потом уже начинаешь себя хлопать по карманам, думаешь, блин, сколько всякой хрени это набралось. Другой основной выкидывать-то нельзя, ведь можно продать все это и сами используешь, потом продашь. Вот такой интересный подход появляется после Мадагаскара. Мадагаскар приятная страна сама по себе. Она практически безопасная, хотя из 20 жителей, которые жили в доме АВП, примерно 5 человек стали все-таки жертвами воров. Но это значит, 3 четверти жертвами воров не стали. Все воры, они обитают в столице, в городе Антонарево. Обычные жители деревни не отличаются любовью к воровству, потому что воровать в деревне нечего. Потому что в деревне все очень простая жизнь. То есть, если ты даже украдешь у другого человека, ну не знаю, что украдешь, там банан, то в принципе, ну, думаю, тебе потом тоже банан будут тебя украсть. В городе же существуют воры, они именно воры вводятся в столице, и благодаря своей хитрости и наглости они налетают на иностранцев и на других богатых граждан с целью что-нибудь стырить у них из кармана. Вот у нас несколько таких было случаев. Вот, то есть, например, у моей подруги Катерины два раза утащили, два раза у нее украли имущество, деньги, мобильник. Ну, не то, чтобы очень большое какое имущество, но все равно для мадагаскарца большое, для Катерины так себе. Вот. На одного человека набросились с попытками отодрать от него сумочку, которая на нем висела. Вот. То есть, мы шли вместе вдвоем, даже втроем мы шли вечером. Ну, в темноте уже по антонареву. На нем висела такая сумочка. Налетел какой-то мадагаскарский чувак и, зная, что в сумочке находится богатство больше, чем все, что он за всю свою жизнь сможет заработать, начал эту сумочку активно очень дергать. Вот. Когда отодрать сумочку не удалось, он начал нас как-то преследовать вокруг. И, в общем, очень долго избавляясь вот этого скриндия. Так что, дорогие вещи, пожалуйста, не разбрасывайте в столице вокруг себя. Не обвешивайтесь золотыми какими-нибудь фотоаппаратами, предметами, потому что это может случайно достаться ворам. Вот. Ну и все. Если паспорт при вас, то лучше он внутрь куда-нибудь. А так, в целом, страна очень приятная. Она не ментовская. Мент ничего не проверяет, не дергает. Ни один мент не спрашивает документы. Этим она отличается от многих стран Африки, где начинает прибегать мент, ваши документы, что вы там фотографируете, мистер, давайте пройдемте. На Мадагаскаре это уровни развития цивилизации еще не достигнут. Вот. То есть уровень развития цивилизации и ментовство. Она еще там не развита. Из-за того, что она находится в последней десятке стран мира по всем показателям. Ну вот. Менты не дергают. Местные жители достаточно мягкие и не какие-то не агрессивные, не злобные. Можно их фотографировать. Они будут только рады, что их сфотографировали. Не, в принципе, не попрошайки такие, чтобы бегали и всюду просили денег. Такого тоже нет. То есть они, в принципе, рады тому, что у них есть. А то на Мадагаскаре легко чувствовать себя белым мистером. Даже самый облезлый человек из России, если доберется до Мадагаскара, сможет там чувствовать себя очень богатым человеком. Единственное неудобство – это именно перелет. Потому что перелет на Мадагаскар потребуется, чтобы туда слетать, ну как минимум там тысячи баксов потребуется. Поэтому прилетать на короткую, там на неделю, совершенно неэффективно. Надо ехать на месяц, на два месяца, на три месяца ехать. И тогда уже получится все по-настоящему. Я еще раз окажусь на Мадагаскаре лет через пять примерно, потому что интересно, кто-то в Мадагаскар объехал по периметру примерно. Но это как раз займет не один месяц, потому что при тамошних видах сообщений, при тамошних дорогах и при их отсутствии плаваний на лодках, хождении пешком, как раз за несколько месяцев можно Мадагаскар было бы обойти. Он замечательный. Он фруктовый, много разных фруктов, десятки разных сортов манго, бананов разнообразных, отличные пейзажи такие красивые. Ну и в принципе возможность поставить палатку в сельской местности или же переночевать где-нибудь в школе или в церкви в местности городской. То есть никогда не трудно в городе где-нибудь переночевать, напроситься в церковь какой-нибудь, ну в церковь, мечеть какой-нибудь, там школу или еще куда-то. Ну а в столице, конечно, есть разные гостиницы и есть в том числе и наши соотечественники, есть столица, есть также и возможность, если подольше, то снять какой-нибудь дом или даже дворец можно снять, было бы желание. Вот такой интересный остров Мадагаскар, это практически целый континент и в нем можно путешествовать целыми месяцами. Если какие-то вопросы про Мадагаскар есть, я думаю, теперь, когда сейчас прошу, можно переходить к вопросам. У меня есть хорошая книжка «Мадагаскар, практически путеводитель». Если кому-то Мадагаскар интересен, можете посмотреть потом и даже обзавестись. Кроме книжки про Мадагаскар, у меня есть путеводители по разным другим странам. Я был во многих странах мира, там в 90 с чем-то. У меня есть, скажем, путеводство «Восточная Африка», например, это Восточная Африка отдельно, Кения, Танзания, Руанда, Уганда, Бурунди и Каморские острова. И у меня есть, скажем, путеводители по Шри-Ланке, по Таджикистану, если кого-то интересует, по Индонезии. Совсем недавно испек путеводитель, это уже третье издание, очень хороший путевод по Индонезии, и разные другие книги. Ну а теперь вы будете поднимать руку и задавать разные вопросы. Мы так дальше по вопросам пойдем. Поехали. С живностью там как? Живность на Мадагаскаре существует. А. Бесплатная. Б. Платная. Бесплатная живность имеет размер меньше одного сантиметра. Вот. Это, как правило, блохи, которые внедряются в ноги. Если вы ходите босиком или в сандалиях, они заводятся в ноги, и надо их потом вырезать. Вот. Поэтому не ходите босиком, пожалуйста, по пляжу, и не ходите в сандалиях, потому что блоха может залезть. Потом выговаривать придется. Вот. Значит, если вы в ботинках, блока не запрыгнет. Значит, также есть комары. Комары бывают также малярийные, и поэтому лучше ставить палатку и не спать без палатки в сельской местности. Все же животные больше одного сантиметра перешли в платную категорию, потому что были съедены населением. Съело население все, что было большое и вкусное на Мадагаскаре. Значит, здесь будут страусы каких-то больших там своих нелетуч и кончай там и так далее. Есть специальные нацпарки, где можно посмотреть разных лемуров и других животных. Вот. То есть я тоже был там в зоопарке, стоял этих лемуров. Еще некоторые люди, которые специально любят всякие там животных, ходили в нацпарки, гидов нанимали и смотрели на всю эту живность. Ну, для меня именно стиль жизни мадагаскарского населения был гораздо интереснее, чем вся эта зоопарковская живность. Потому что живность, она уже вымирающие виды, а люди, они такие всенастоящие, прикольные. Ну, так. Так что не платите там 20 тысяч ариари, идете в какой-нибудь нацпарк и вам показывают еще за десятку, еще к вам приклеивают гидом. И гид вам показывает, вон там лемур, вон там еще что-то, вон там еще какая-то обезьяна. Ну, или что там еще, я не знаю, что там найдется. Все вам покажут. Вот. Пауки, муравьи там. Муравьи, говорю, входят в раздел бесплатной и бесполезной живности. Вот. Поскольку их размер очень маленький, съесть их мадагаскарцы не смогли. Поэтому, если вы где-то имеете пакет с чем-то сладким, какие-то вафельки, простите, какую-нибудь сгущенку, прости господи. И вот вы открыли банку с сгущенкой, не ставьте ее в палатку. Потому что муравьи со всего мира узнают про это и придут к вам в палатку пробовать вашу сгущенку. Получите вместо банки сгущенка банку муравьев. И еще столько же муравьев будет в очередь ставить в вашу палатку. Поэтому сладости себя держать подальше от палатки, вешать на крючок, ставить в воду, банку сгущенка поставить в бутылку с водой, в какую-нибудь миску с водой. Иначе она или съесть. Вот. Так же и все остальное. То есть мелкие муравьичики лезут отовсюду, как всегда бывает в тропиках. А что касается пауков, я несколько раз видел, пауков они находились в состоянии такой медитации. Они медитировали в паутине и непонятно было, представляют они какой-то вред для человечества или нет. Пауки, еще эти вот палочники, видел несколько раз, тоже медитирующие, сидящие в состоянии медитации. Неизвестно, представляют вред или нет. Наверное, нет. Змеи. Змеи. Один раз видел змею. У мадагаскарцев есть большая паника насчет змей. Они очень боятся змей. Они думают, что змея их всех съест. Поэтому, если они видят змею, они начинают гоняться с криком и убивать ее. И за два месяца я один раз только видел змею в каком-то деревне. Мы там ждали машину попутную, что-то еще ждали с друзьями. Вдруг мадагаскар начнет кричать и вопить. И мы пошли смотреть, что там такое. Они вопят, они обнаружили плачущую в траве змею. Только мы успели эту змею сфотографировать, не успели даже понять, опасная змея или нет. Мадагаскарцы с нее набросились и уничтожили бедную змею. Змея не осталось больше. Вот, убили ее палками. Так что змеи есть, но очень редко. И их можно определить только по поплям мадагаскарцев раз в пару месяцев. Большая вся живность съесть. 25 миллионов человек, которые имеют очень небольшую зарплату, они готовы съесть все живое, что крупнее муравья, разумеется. Они же 150 килограмм риса в год съедают на человека. Хочется же добавки какой-то. Вот, потому что съешь этот рис и к нему только добавка, только из риса какая-то еще добавка. Нам же, в Мадагаскар же, уникальная страна. Скажем, у нас что делает хозяин? Скажем, сварил рис. Вот. Ну, например, в столовой, например, сварили рис и с кормили населением. А что с кастрюлей сделали? Ну, у нас все понятно сделали. Помыли и выкинули это самое, ну, то, что от помывки. На Мадагаскаре то, что вот пригорело к кастрюле этот рис, это продукт отдельный. Его заливают водой, называется рисовая вода. И он продается специально. То есть называется рисовая. Его капитят еще раз. Во-первых, от этого моется кастрюля. Во-вторых, калория не пропадает. Она выделяется обратно в эту воду. И вот эта рыжая вода из-под подгорелого риса, это специальный блюдо. Называется рисовая вода. Кстати, еще про воду интересно. Мадагаскар уникальная страна, где вода продается в розницу. Не только оптом, но и в розницу. Вот всем Барнауле все привыкли, что вода продается оптом. То есть какой-то там высасывающий из крана, моешься, пьешь, что-то там сливаешь унитаз, в конце месяца приходит счет там на 20 рублей за эту воду. На Мадагаскаре 1 литр воды стоит 1 ариаре. Ну, то есть 1,2 тысячи, двухсот и доля доллара. Вот. Мадагаскарцы в столице делаются на два типа. Имеющие водопровод и не имеющие водопровода. Большинство людей водопровода не имеет. Поэтому каждое утро миллион человек устраиваются к колонкам с канистрами и платят им монетками за покупку воды. Там есть у каждой канистры пасется мужичок, который собирает монетки за воду. 10 литров, 10 ариаре. 20 литров, 20 ариаре. То есть 20 ариаре, это сколько? 1 цент получается. Целиндровая канистра, да, 1 цент. И так далее. Вот люди набирают канистры эти и несут себе домой и используют эту воду для питья, мытья, для приготовления пищи и так далее. Еще интересно, значит, что не все люди достаточно, ну, сами всем в лоб ходить, поэтому посылают обычно своих детей. Дети обладают очень большой грузоподъемностью, в отличие от наших советских детей. То есть такие вот дети, вот небольшие, они уже могут 40 литров воды уже нести. Хотя видно, что это им не просто дается, но родители их знают, они дают им 2 канистры по 20 литров, неси. И он идет скорее на колонку, тащит туда, прет 40 литров воды, значит, и потом еще раз ходит. Интересно, что в столовых вода для помывки, например, тарелок, она одна и та же, то есть и утром, и вечером. То есть, например, тетка, у нее есть столовая на колесиках, и она покупает утром за 10 ариария, за монетку, 10 литров воды, для того, чтобы мыть тарелки. Она утром моет в них тарелки, подает всякие блюда, и днем она там же моет тарелки, подает в них блюда, и вечером моет тоже тарелки, подает в них блюда. Отдельно вечером, это уже вот мытая вода, тоже как отдельное блюдо может идти, но я не знаю, продает она или нет, но, по крайней мере, воду она, конечно же, не меняет. Поэтому, если вы имеете какую-то брезгливость, старайтесь своей кружечкой ходить, будет это полезнее и до особенно такого организма, который непривычный. У нас, ладно, еще русские люди, у нас два американца жили на Мадагаскаре, в нашем доме АВП. Один Брэндон, другой Кристофер, хороший американец, полмира объездили, везде были. В общем, оба американца, но в разное время, подцепили тиф, вот, причем они даже об этом не знали, все стало первым, все стало хреново, американец помирает, что делать, непонятно. Вот, американец помирает, есть телефон в американском посольстве. Я говорю, что делать, если помирает американец? Звонишь туда. Мы звоним, там автоответчик. В общем, непонятно, что делать. Бюрократы, непонятно, что делать. Мы говорим, слушай, у вас тебя посольство сдать? Ну, ну, не надо, в общем, не надо сдавать посольство. Наконец, значит, один американец отремался, доползла к какой-то клинике, сделали ему анализ на Мадагаскарском языке, и дали, что такое, непонятно. Пошел в интернет-кафе переводить, оказалось, тиф. Он еще больше расстроился, но потом тиф прошел сам через некоторое время. Второе, через некоторое время, американец тоже изобрелал, тоже хреново, ходит каждые 10 минут в туалет, в основном лежит и страдает, тохает. Мы опять в посольство звоним, думаю, сдать может быть и его, второго американца. И да, опять трубку не берут в посольстве. Он, ну, то же самое, тоже подцепил какой-то тиф, потом, значит, как-то все прошло. Оказывается, тифы, они не все одинаково опасны. Есть какой-то Мадагаскарский тиф, который сам проходит, ну, во многих случаях. Вот, это я к тому, что мойте руки перед едой, желательно не той водой, которой мыли предыдущие поколения. Вот, если вы там моют тарелку местные жители, вот, в этой многоразовой воде, то лучше вы имеете с собой свою собственную воду. Ну, у нас, конечно, удобно, мы жили в доме, в котором была настоящая вода из крана. Она тоже платная, конечно же. Ну, просто не все мадагаскарцы могут себе позволить еще такую водопроводную воду. Это очень круто считается. А многие ходят вот с канистрами, покупают 1 литр, 1 ариаре. Зато эти колонки, это уникальное место, где можно получить монет целую рост, и потому что, ну, обычно же каких, если в бомж-странах, где хочешь монеты достать, в бомж-странах монеты обычно в булочной. Вот, нужны монеты всех видов, понятно, что люди их за хлеб отдают, и ты идешь в булочную, говоришь, у вас есть бомж-монеты? Я вот, пожалуйста, смотри, вот, на бумажку, вот, взяли, отлично. А там, значит, все бомж-монеты водятся как раз за воду. Самый дешевый, что самый последний, что покупают на последний день, где-то вода. И вот смотришь, уже там столько этих монет, мы идем, там, скажем, 100 рублей несем местные, и нам одной канистрой идут за водой, вот, чтобы налить 5 литров и получить 95 копеек на сдач. Очень смешно такое, по-моему. Вот так вот касательно интересной воды. Вот, ну, что-то я заболтала всякой ерунда, давайте у кого еще вопросы, поднимайте руку, спрашивайте. Можно замечание? Что? Замечание. Можно? Там вот, на самом деле, живность, она там есть и муры, только они там находятся в южной части, в южной оболова, а там действительно в лесах, как там ходят и муры, то есть, вот, я просто, надо туда немножко в гербе забраться. И плюсом, там еще много зрачей, которые они там все ловят сетями, едят ее, потом кушают, едят, то есть, продают ее на рынках. Ну, и все, что больше одного сантиметра, они стараются съесть. Ну, да, там саранча такая достаточно, 7 метров по 15, ну, примерно такая, может быть, от сезона зависит саранчи, может, не каждый сезон она водится. Мы нам зимой, на саранча не попалось, чтобы ее продавали, ни разу не видели, за вот эти два месяца, ни разу не видели, чтобы саранча где-то продавалась. Ну, может быть, она какой-то летний сезон. Ну, вот, следующий, следующий заезд посмотрим, может и саранчука попробуем. Так, а вы еще вопросы какие-то задавайте. Можно не только про Мадагаскар, про все остальное тоже можно спрашивать. Кому что интересно, интересуйтесь. Вот, я еще, значит, немножко скажу про дома для всех. Вот, дом для всех, это интересный такой проект, который позволяет людям пожить в разных местах мира. Ну, вот, то есть, когда организатор дома, сейчас про дома расскажу об этом, вот, когда организатор дома снимает какой-то точки мира, квартиру или дом, в котором все люди на земле могут приезжать и жить там, независимо от того, богатые, бедные, с деньгами или без. И вот, в прошлые годы я организовал разные дома, организовал 14 разных таких домов, и все они были временные на определенный срок. И сейчас на этот год еще другие мои друзья тоже организуют 4 разных дома для всех, которые все будут достаточно близко к вам. Вот, все они почти находятся в доступной для нас местности. А именно, с 15 июня, а по 15 сентября, будет дом для всех в городе Астрахань, который будет делать мой друг Алексей Кулешов. То есть, астраханский дом, туда тоже каждый трезвый человек, имеющий спальный мешок, мозги, способный прочитать правила пользования домом, может приехать дом для всех в Астрахани и пожить там, ну, или несколько дней, или там неделю, сколько захочешь, чтобы посмотреть окрестности Астрахани и поехать дальше уже на юг. С 15 июля по 15 сентября, два месяца, будет дом для всех в Владивостоке, который делает другой мой друг по имени Денис Коновалов. С 1 июля по 30 сентября, то есть три месяца, будет дом для всех в Петропавловске-Камчатском, который делает мой друг Дмитрий Дубровин, вот, как раз он был участником Мадагаскарского проекта. И плюс еще четвертый дом делает человек неизвестный мне, но очень близко к вам, в поселке Чемал на Алтае. Это какой-то Константин Каськаев, может быть, кому-то он известен, но мне он неизвестен лично, просто сообщаю, что он тоже будет делать дом для всех в Чемале, и есть тоже группа ВКонтакте, посвященная этому дому. И сейчас действует дом для всех в Донецке, вот, Донецк может приехать, каждый человек не требует следовать загранпаспорта, ничего не требуется. Я две недели назад сам был в ДНР, ЛНР, посетил этот дом, и тоже советую всем, кто еще не был в такой интересной и достаточно дешевой стране, как ДНР, съездить туда, вот, и посмотреть, как живет сейчас современный Донецк. Вот, список домов для всех, кто забыл или хочется потом переписать, вот я на бумажке написал, а так всегда можно подробности найти в группе Академии Водных Путешествий, в этой группе ВКонтакте есть список всех домов для всех, прошлых, настоящих и будущих. Пойдете, посмотрите, запишите, и потом, может быть, приедете в какой-нибудь дом. Там не только, чтобы переночевать, но и чтобы пообщаться с другими интересными людьми, путешественниками. Потому что такие дома служат центром притяжения разных путешественников. Там и переночевать, и поесть, и пообщаться с людьми, получить полезную информацию, и САУ тоже поделиться полезными своими знаниями, выступить с рассказом о своих каких-то путешествиях. Это всегда интересно, потому что в таких домах обычно происходят лекции, встречи, мы просвещаем и местных жителей тоже технологиям путешествий. Вот даже мадагаскарцев просвещали, только мадагаскарцы им трудно познать секреты путешествий. Ну и в Индонезии просвещали и так далее. Так что помните, просто такие дома для всех бывают, появляются на определенное время. И каждый, кто еще в таком проекте не поучаствовал, ему полезно было бы поучаствовать, пообщаться с населением в таком проекте. Пожалуйста, вопрос у кого-то был. У тебя был вопрос, давай. Да, я вот в Индии в Асанске разъехал. Как проще виза помнить туда? Ну, самый сложный это виза Пакистан. Для этого нужно проявить терпение и ум. То есть нет такой налаженной технологии, что какое-то окошко номер 34, судешь паспорт, и получается оттуда пакистанская виза. То есть автостопом в Индии выпасть довольно непросто. Для этого требуется терпение и постоянство намерений. Я в 98 году ездил автостопом в Индии через Грузию, Армению, Иран, Пакистан. Вот об этом есть хорошая моя книжка «Автостопом в Индии». И понятно, что этим же маршрутом проехал еще несколько сотен человек за последние 20 лет. Но пакистанская виза, она, конечно, непроста. Поэтому если иранский виз ты легко получишь в Москве, вот она стоит, там где-то тысячи три рублей, наверное, и индийскую визу можно получить в Москве, то пакистанскую визу как-то получше, это уже зависит от твоей изобретательности. Ничего я тебе как готова, не скажу, на блюдечке я не положу. Поэтому проявляй активность, терпение и постоянство намерений. Не получишь иранскую визу, получишь индийскую, в Москве потыкаешься, попробуешь пакистанскую получить, не получится, поедешь там где-нибудь еще по дороге, в Баку получать ее, в Тегеране. Но, конечно, для этого нужно иметь терпение и постоянство намерений. Если хочется прям горит, хочется в Индии прямо сейчас, то, конечно, дешевле купить билет в Индию дешевый найти с Москвы в Дели и улететь, или в Гоа какой-нибудь найти на распродаже какой-нибудь дешевый рейс, чем ждать и ехать через эти страны, потому что пакистанская виза минимум 120 баксов, но еще не плюс, не факт, что ее вам дадут. Вот такие особенности. Так что маршрут интересный, но непростой, из-за бюрократов как обычно. То есть обычно самые вредные люди в мире это бюрократы, они как раз затрудняют попадание в Индию из-за того, что в Пакистане там не самые лучшие отношения политические с нашей Российской любимой Федерацией. Вот такие пироги. Пожалуйста. Это чрезвычайно сложно, потому что по дороге с Лхас и Непал несколько раз вас могут поймать за нос китайские менты, которые будут стараться впиндюрить вам тур в Тибет. Китайские менты очень часто стараются впиндюрить тур в Тибет, надеясь, чтобы иностранец ходил там за ручку с гидом, жил в гостинице и катался на джипе. И эти туры в Тибет, они обычно платные. Мало того, что они обычно платные, они обычно стоят дороже, чем билет в Индию, авиабилет. Поэтому такая тема. Во-первых, не забудьте, сейчас пока зима, еще в перевалах там холодно, летом поехать, ладно, может добраться до Лхаса. Вот я в прошлый раз как раз из Барнаула, как раз я был в прошлый раз в Барнауле, года 3-4, там и назад, я после Барнаула как раз поехал в Хасу, я проникну на поезде. Но и самый сложный от именно от Лхасы до Катманду, надо ехать, потому что там есть разные чек-посты, разные менты, которые могут вас завернуть обратно в Хасу, покупайте, мол, тур. То есть такое, в принципе, возможно, проникновение через Непал в Индию, оно возможно, но требует опять же везения некоторого, некоторого везения и настойчивости, чтобы если выгнали, когда стоят дверь, они в окно, выгнали менты там, ты в другой машине едешь, это спрятанный в кузове вместе с кем-нибудь болванками там, с кем-нибудь там кукурузой, едешь еще раз, выгнали опять, опять едешь и так далее. То есть нужно иметь большое терпение и даже в саму Хасу не всегда удачно удается прошмыгнуть. Некоторым людям даже в Хасу не пускают, говорят, тур покупайте буржуйский. Вот, ну-ка, если удастся на поезде проехать до Хасы, уже хоть в Хасу посмотрите, уже удовольствие будет определенное. То есть сама по себе Хаса уже стоит того, что вообще в этом направлении ехать, потому что Хаса один из офигеннейших городов в мире. Хаса, мне кажется, входит там в сотню самых интересных городов Земли. А если взять, например, уже оставшиеся 600 километров там до Непальской границы, ну, продеретесь, так продеретесь. Значит, медаль вам, шоколадка, угостите себя шоколадкой в Катмандах. А не угостите, так, ну, поедете, круголять через Пакистан, тоже вариант. Вот. Пожалуйста, еще у кого есть вопросики, спрашивайте, кому что еще интересно. В Америке, ну, как в Америке, вообще американские штаты, штаты, она делается штатовские, непонятно о том, зачем там оставаться, когда мир такой большой, и зачем оставаться именно там, непонятно. То есть, всем людям, которые мечтают остаться в Америке, рекомендую съесть, назначал на три месяца и посмотреть вообще, какая она Америка, стоит ли оставаться. Может быть, вы после этого не расходите, а же жить в Америке, и подумайте, что лучше, может быть, жить в Москве или на Мадагаскаре. Например, тот мой знакомый бизнесмен, который добудет специями на Мадагаскаре, он до этого жил в Швейцарии. Он прожил в Швейцарии, он сначала был в Красноярске, потом жил в Швейцарии несколько лет, а потом понял, что в Швейцарии жить очень плохо, и он переехал жить на Мадагаскар. И тут он нашел свое счастье, наконец-то, на Мадагаскаре. Поэтому, значит, ехать в Америку лучше сначала, если хочешь тогда пожить навсегда, лучше поехать там вообще и подумать, что там вообще делать. Вот, поехать на небольшой срок. А виза американская выдается практически всем желающим, кроме лопухов и 19-летних девушек с пустым паспортом. То есть, если у тебя нормально заполненный визой паспорт, то американская виза приходится обычно на 3 года. Американское посольство, обычно такое простое, не требуется ни приглашения, ни бронгостиницы, ни авиабилет, ни справок из банка, никаких фухлышных справок не требует, зная, что русские делают все эти справки самостоятельно в большом количестве на принтере. Американцев хватает ума понять, что справок от нас требовать не нужно. Вот, европейцы, они еще тупые требуют, чтобы вы сделали себе справку из банки, из работы и так далее. Американцы этого не требуют. Значит, в Америке заполняешь анкету по интернету, в ней 20 страниц, там 200 пунктов разных. Там, занимаетесь ли вы международным терроризмом? Спонсируете ли вы международный терроризм? Трансплантируете ли вы органы незаконно граждан США и утаскиваете их за границу? Воровали ли вы детей у граждан США и у похищали? Какие-то всякие глупости задают. И там столько вопросов, среди них есть несколько нормальных вопросов. Один из вопросов, это чем вы вообще занимаетесь по жизни? Такой примерно вопрос. И один из последних вопросов, укажите страны, в которых вы были за последние 5 лет. И потом вы заполняете эту анкету, сдаете в интернетном виде, ее посылаете туда в это самое посольство и назначаете себе дату собеседования. Посмотреть на консул США стоит 140 долларов. То есть такая аудиенция стоит 140 долларов. Приходишь в посольство США, там уже очередь как в метро, как в кассе метро. Там их много уже, желающих таких. Посмотреть на консул за 140 долларов. Вот, 90% людей визы получают. Кому не дают, говорю, не дают людям с чистым паспортом, не дают 19-летним подозрительным девушкам, не дают людям, которые пишут, что у них есть родственники в США. Что спрашивает консул? Консул спрашивает. То же самое, что в анкете он и спрашивает. То есть у вас есть там дети, внуки, в анкете он спрашивает, а какой там знак зодиака там вашей жены, например. Вы должны примерно отвечать то самое, что писали в анкете. Если вы что-то будете путаться, он подумает, что вы врун. И вы там что-то на работе делаете, ну расскажи, что вы делать на работе. Вот, вы сегодня пойдете на работу, ну что вы сегодня там будете делать. Если ты вовремя успеешь все ответить, то значит хорошо. Потом, что в Америке собираешься делать? А ты скажешь, ну вот, посмотреть там, ну все хочешь, что и говоришь ему. Не надо ничего придумывать, выкабениваться, не надо. Вот. Ну и потом еще самый хороший вопрос, в каких странах ты был за последние, там, пять лет? Если стран этих достаточное количество, то вопросов никаких не будет. А если ты был в единственной стране, там скажем, в Казахстане, например, единственный раз, вот, за пять лет, и вот почему ты решил поехать в Америку, то уже, конечно, будет масса вопросов, и скорее всего, визы не дадут. Вот, странный человек был в Казахстане, в Монголии, теперь в Штатах решил поехать. Вроде нелогично как. Если в Казахстане был в Монголии, в Китае же правильно. Вот, как странно, что он собирается в Штатах. А если стран уже очень много, которых был, то, конечно, консульный ответ сразу на три года. И еще не быть в Иране в Казахстане. Нет, ты что, конечно же нет. Чем больше стран, тем лучше. У меня лучше не быть в Иране. Нет, 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 чем больше стран, тем лучше. Не имеет никакого значения, какие там страны. Они накапываются в таких вещах. Ой, да не накапываются в таких вещах. Им главное, чтобы большой был список стран. Если у тебя только Иран, Афганистан и все, и Самари. Да, конечно, покажите страны, в которых вы были. Иран, Афганистан, Самари. Теперь к вам. Да, конечно, да. Если стран много, то это не имеет никакейшего значения. Вот. Если только дали Иран, Афганистан, Самари, то откажу. Это вот это евреи беспокоятся. Это вот в Израиле беспокоятся. У вас там штамп Ирана, Афганистана, Самари и Сирии. То, что едете, и вот в Израиль. Езжай, тут евреи точно пропесочат. Евреи точно разберут вас по винтикам. Будут думать, что вы международный террорист номер один. Бедладно, пожалуй. Американцам лишь бы был нормальный комплект стран какой-то. Если там Иран, Афганистан, Самари не занимают, там, ну, 10% в вашем списке, они меньше. То, что нормально. Вот. Ну и потом ты ставишь визу на 3 года. Вот. И ты влетаешь в Штаты, иногда бывает, что по прилете то же самое тебя спросят что-нибудь. Спросят, что вы собираетесь, куда вы едете, кому вы едете, зачем вы едете. Нужно примерно бодро все ответить. Куда едешь, зачем еду и так далее. Ну и не нужно в Штатах торчать годами по первой визе. То есть лучше ты заехал, погулял, месяцок, другой, третий, надоело, и выехал спокойненько из Штатов. Вот. Потом еще раз заехал. Не нужно сразу ехать с целью там на себя остаться, потому что может не понравиться эти Штаты. Они тоже страна специальная такая. То есть это тоже не рай земной. Хоть, ну, в чем-то и похуже Мадагаскар, в чем-то и получше. Вот. Ну, не надо думать, что там парковый рай. Съездил, посмотрел, можно выехать в Мексику, насладиться, отдохнуть. Вот. От Америки. А потом еще раз заехать. Вот так вот. Так что вот так оно в целом со Штатами. Штаты вообще замечательные странами. Можно посмотреть, природа там очень интересная. Не загажена так сильно, как кое-где. Бутылок битых тоже, как и на Мадагаскаре, нет всюду. Не знаю почему. Или бомжи их собирают, или просто запрещают бросать. В общем, интересная страна Америка. Но города другие совсем, чем у нас. Транспорт совершенно по-другому развит. Общественный транспорт. Вернее, даже не доразвит общественный транспорт. С автобусами, с маршрутками, с трамваями у них что-то там плохо, конечно. Автостоп у них тухлый тоже в Соединенных Штатах. Тоже нужно знать, что не то, что там какой-то а-ля Джек Керуах там сел и уехал в Кикушке. Вот, встал и стоишь вот так. Вот, такой у них автостоп в Италии Америки. Капиталисты. Вот, давайте кому еще вопросы какие-нибудь задавайте. Давай. А если вот не было, что никакой стране, и куда сам их пополучить? Монголия. Безвизовая, зачем тебе визы? Вам Монголия, пожалуйста, безвизовая. Уже визовая. Опять визовая? Первый января. Точно визовая или... Томп на 80 долларов. Точно визовая на 80 долларов? Тогда, значит, в Монголию за 80 долларов, конечно, не захочется. Тогда ближайшие поехали тогда в Среднюю Азию, если нигде еще не было. Средняя Азия. Кстати, вот странно, про Монголию надо уточнить. То есть я слышал, что у них какие-то ухудшения. Но не знал, что для русских тоже ухудшения. Я уже точнял. С первого января этого года. Буржуй проклятый. Значит, тогда в Монголию пока не едет за 80 долларов, попадется без Монголии. Вот, тогда, значит, Средняя Азия, самая ближайшая и бесплатная за границей. Вот, Турция очень тоже рядом, близко, бесплатно, без визы. Вот, что еще ближайшие? Ну, Грузия, Кавказ. Именно такие ближайшие страны, они самые удобные. Потому что потом, когда надоест, тогда можешь обратно в Шпок и вернуться обратно в Советский Союз. Иран, тоже ближайшая за границ, тоже, пожалуйста, надоел, хоп, вернулся обратно в Советский Союз и все нормально. Ну и потом уже Китай. А Китай уже более хитрый, надо мозгами больше шевелить. Если хочется, чтобы такой интеллектуальный такой квест такой был, тогда Китай, конечно. Вот, потому что там более все хитрое, надо все мозгами шевелить. Вот так. Ну, Китай тоже замечательная страна. А потом постепенно посмотрим по географии, куда-то есть больше на такие европейские страны. А то там на запад можно Буржулендии, всякие там, какие-нибудь там Германии, всякие там. А если хочется какой-нибудь страны более облезлые, на Балканы, например, там много всяких облезлых стран, например, существует там Сербия, Македония. А если хочешь, чтобы небоскребы всякие, все такое, вот это вот такой большой Китай, конечно, все небоскребы, автобаны, цивилизация, все такое огромное, строится, работает, пыхтит, все делается моментально. Вот, это, конечно, Китай. А если хочешь, чтобы ничего не было, такая путишь, догладь, догладь, догладься, потому что Монголия, стоишь там среди этих холмов и юрт, и ждешь, вот, и вот тебе Монголия. И удаляется, что 80 баксов надо теперь платить, вот убытки одни оказывается. Вот, так что вот, а еще самый лучший приехать к нам в Подмосковье на лесной трезвый сход вольных путешественников. Каждый год, в начале июня, у нас проходит лесной трезвый сход вольных путешественников. В данном случае он будет с 1 по 5 июня в Московской области, недалеко от села Попаде, ну, можно в интернете найти группу лесной трезвый сход вольных путешественников. Десятый раз уже проходит. Все самые лучшие путешественники там собираются, но только они там собираются. Но и там много людей выступают с рассказами о разных регионах, о разных странах, фотографии показывают, какие-то там показывают картинки, рассказывают, отвечают на вопросы. И там же можно узнать практически все, что угодно про любую страну мира. Хоть в Кирибате, хоть в Уругвай, хоть на Таймыр, хоть на Алтай, про любой регион мира можно узнать подробности на лесном трезвом сходе. Так что можно на лесной трезвый сход приехать и там уже определиться, куда ехать. И сделать загранпаспорт и там после схода поехать сразу в Турцию, реверант, куда угодно. Вот такие дела. Ну что, давайте еще несколько вопросов. Вот. И скоро будем переходить в тусовочный режим. Вот. Пожалуйста, у кого еще вопросы есть, задавайте. В Турцию ездят сейчас, да? В Турцию ездят, конечно, все в Турцию ездят, кроме буржуйских туров. Туда вроде буржуйские туры запретили, чтобы этого Эрдоган не поддерживать. А так Турция осталась безвизовой. Вот в отношении только туркам к нам за деньги, а мы к ним бесплатно. Вот. Турции хорошо, но сейчас надо только знать, что в Восточной Турции иногда, во-первых, происходит антитеррористическая, ихняя турецкая операция по борьбе с курдами. Но она происходит уже последние лет 40 с перебоями, то сильнее, то слабее. И, во-вторых, то есть не надо ездить поближе к границе с Ираком, чтобы не подумать, что ты собираешься в ИГИЛ вливаться. Во-первых, могут менты кинь за, поймать за нос. А, во-вторых, тебя потом наши же русские на выезде спросят, ага, ИГИЛ попался и так далее. Так что Турция хороша, но лучше слишком близко не ездить к Иракской границе, чтобы не сочетаться случайно с ИГИЛщиками, и чтобы тебя менты за это не поймали. Опасность как раз именно менты представляют. Вот, вот так, пожалуйста, еще у кого есть вопросы? Остались какие-нибудь? Какие у вас планы в дальнейшем детстве путешествия? Ну, у меня планы, значит, очень небольшие. Значит, я скажу вкратце. Я в этом году буду довольно долго в России, я уже поселюсь в Нижнем Новгороде в апреле, и буду в Нижнем Новгороде там базироваться, с выездами на разные слетные мероприятия. Я собираюсь в сентябре оказаться в Саудовской Аравии. В паломничестве я уже на хадж, и уже сдал даже документы, визу, даже деньги, потому что я собираюсь в Саудовскую Аравию сейчас в этом году. Все-таки, наверное, если будет Всевышнему угодно, в нее попаду. Вот, значит, этой зимой я собираюсь еще раз летать в Штаты, и я собираюсь этой зимой еще побывать в Марокко. В Марокко, это зимой. Потом я собираюсь переселиться в Бишкек, вот, это будет следующий год уже, 17-й. Ну, и, живя в Бишкеке, откатать парочку областей в Туркмении, я в них парочки областей в Туркмении не был, и еще сходить по ходу интересной на Памире, это будет с 17-го года. Так и буду жить в Бишкеке с апреля по октябрь 17-го года. После этого я опять улетучиваюсь в Америку и хочу со Штатов проехать мелкие всякие эти страны. Мексика, Гватемала, Гондурас, там, Белиз, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, микространы эти вот. До Панамы, это будет зима 17-й на 18-й год. В 18-м году я собираюсь переселиться в Владивосток, пожить на полгода, я буду жить с апреля по октябрь в Владивостоке. Ну, и по дороге в Владивосток еще навестить несколько разных мест, может быть, и вас тоже навещу, несколько разных сибирских мест и городов, которых в том числе я еще не был. Вот, я поселюсь в Владивостоке в 18-м году, буду жить там полгода, делать разные вылазки по окрестностям. И потом, значит, у меня Южная Корея, Япония, потом у меня, значит, Малайзия, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка. И это, значит, зима на 18-й на 19-й год. Ну, вот так в ближайшие три года и пройдет. Потом начинается 19-й год, а это зависит уже от политической ситуации. Если с Украиной в то время помиримся, тогда пожить на Украине. Если с Украиной все такая же, такой же раздрай будет, тогда, значит, не Украина, пожить в другом каком-то месте. Вот так. Я, в принципе, все свои планы обычно публикую заранее в моем живом журнале. Ну, на трехлетку обычно все мои планы есть. Поэтому, если кто-то меня желает подловить где-то в разных местах, кто-то в Экибастузе меня мечтает подловить, а кто-то в Стамбуле, то все это можно заранее со мной списаться и узнать, когда я там буду. Вот и все. Вот, пожалуйста, еще вопрос. Давай ты. Еще, вот вы сейчас включите, получается, ну, как лекции проводите в разных городах России, да? Точно. Перебираетесь в меня автостопом? Ой, нет, никогда. Я никогда на лекции не приезжаю. Автостопом это было очень хлопотно и неудобно, потому что можно где-то опоздать, где-то рюкзак промочить там с книгами и так далее. На все лекции всегда приезжаю на обычном транспорте. Например, сейчас из Горно-Алтайска мы приехали с Лизой на Блаблакаре. Блаблакар – это платный автостоп. Отдали 350 рублей и переместились вот из Горно-Алтайска к вам. Зато быстро и аккуратно, не нужно где-то там что-то ждать или там рюкзак мочить. Вот так вот. На все лекции я всегда езжу на платном транспорте, на поезд, на электричке и так далее. Это удобно и я нигде не задерживаюсь и нигде не опаздываю и могу нормально высыпаться. А если я ездил сюда автостопом, пришлось бы никогда не спать, ночью куда-то все время ехать и это было бы очень геморройно. Так что на лекции, конечно, удобнее ездить на обычном транспорте. Пожалуйста, остались еще вопросы у кого-то? А сейчас с автостопом путешествуешь вообще? Изредка путешествую, когда временно это есть. А обычно время, деньги взаимозаменяемые. Автостопом хорошо путешествует в новой стране. Вот скажем, в ДНР, например. В ДНР вот я приехал, и мы поехали, конечно, с дядей Маратом, поехали автостопом. Интересно же, что люди говорят про счастливую страну ДНР. Вот, как там все. Конечно, автостоп это интересно. А если это страна какая-то там, не знаю, какой-нибудь Омск, Новосибирск, то, конечно, если автостопом уже проезжал это расстояние, то, конечно, еще раз автостопом неинтересно по нему ехать, проще в поезд сесть и спишься спокойно. Повесть тебя везет и никаких проблем. Вот, то же самое в каких-нибудь еще местах. Например, в Индонезии, конечно, прикольно поехать автостопом, гидростопом, на выводном пароходе, там, куда-нибудь автостоп. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...